Сейчас люди стали такие ушлые, что готовы за свою прибыль обманывать всех остальных. Маркетологи придумали очень выгодный для себя ход. Вот, знают они, что продукты пчеловодства, люди знают как-то так, отдаленно, о чем-то слыхали, и большинство людей считают, что в пчеловодстве есть очень хорошие продукты. Например, многие слыхали о маточном молочке и считают, что это очень хороший продукт. Продукт-то очень хороший, но как его добыть? Вот где-то есть специальные матко-разведенческие пасеки, на которых выращивают маток, ну маток, выращивают и продают пчеловода. Такой бизнес. А побочным продуктом при выращивании маток является добыча маточного молочка. В маточниках, где выводятся матки, находится, ну, несколько миллиграммов маточного молочка. Так вот, на этих матко-разведенческих пасеках заготавливают, ну, там, может быть, за лето, несколько килограмм этого маточного молочка. И, ну, как-то его консервируют и продают в богатые страны. Вот, например, в Японии умные люди давно смекнули, что маточное молочко очень полезно. И они на уровне государства стали всех детей кормить маточным молочком. Ну, закупают где-то в азиатских странах бедных, ну, там, какая-нибудь, Малайзия, Индонезия, из Индокитая, из Китая. И в обязательном порядке в школах детям уже давным-давно, ну, в каких-то малых дозах дают для питания маточного молочко. Так, вот, японская нация за счет маточного молочка довольно-таки успешно справилась со своей пагубной урбанизацией на своих очень опасных островах. Их постоянно трясет, заливает, там, их, не знаю, постоянно всякие катаклизмы, вон, фукусимая-то взорвалась, атомное загрязнение. Но японская нация была довольно-таки низкорослой. Стали употреблять маточное молочко, нация подвыросла. Их технократизм, как бы, уже, не знаю, на самом высоком уровне в мире голова у людей пухнет. Хоть до сих пор, вот, у людей используется всего несколько процентов мозга, для чего большой мозг людям дан, никому не известно. Даже академики, самые продвинутые ученые, используют несколько процентов мозга для своей мыслительной деятельности. А для чего там 90% у их мозга, никому не известно. Некоторые шутят, там, настанут какие-то времена, когда понадобится весь мозг. Когда понадобится, это никто не знает. Может быть, человечество в скором времени прекратит свое существование из-за своей глупости. Так вот, самая технократически продвинутая нация японская, уже бы от своих прогрессивных нововведений могла давно, как бы, ухудшить свое состояние. Она за счет потребления маточного молочка, дети, как бы, повышают свой жизненный тонус, становятся выше, крепче, и нация растет, как на дрожжах, и не ухудшая свой потенциал. Так вот, маркетологи узнали этот факт, маточное молочко, значит, очень полезно. И теперь, даже в таких недоразвитых странах, как наша, везде с экранов звучит реклама. Крем с маточным молочком, там, какой-нибудь шампунь, всякие мази, там, всякие какие-нибудь, даже продукты питания. Они вот и пишут, ну, люди уже вот извратились до такой степени, уже госты никакие не действуют. В колбасу сои напихают, там, один-два процента, если мясо есть, считается хорошо. В сыры и в молочные продукты пальмового масла напихают, тоже животного молочного жира вообще нет. Они его, как там, я не знаю, какой-нибудь домик в деревне или там какой-нибудь простоквашина рассказывают, мультфильмы показывают, там, сказочки какие-то. Одна старуха кормит всю страну, там, я не знаю, сколько, миллионы коров. Одна старуха, всё, творог этот, мехик, всё, закваску какую-то, домик в деревне. Так вот так же и с маточным молочком. Никто у нас в стране это маточное молочко не собирает. Ну, там, были в Краснодарском крае, вон, в тепле, на этом, на Северном Кавказе, макоразведенческие пасеки. Так сейчас они, как бы, обанкротились и сошли на нет, какое-то маточное молочко. А маркетологи так вошли во вкус. И всё это звучит с маточным молочком, с маточным молочком. И так крупными, там, буквами на каком-нибудь креме или там на мазе написано, маточное, с маточным молочком. Как будто это, вот, там, выдавливаешь этот крем, белая масса какая-то идёт. И вот это, это маточное молочко. А всё стараются сделать на какой-то из нефти. У нас нефти добываются, не знают, куда её девать. Скоро эту нефть, я не знаю, уже, вот, черноту снимут с нефти. Или начнут намазывать, наверное, на хлеб. Да и хлеб-то уже весь генномодифицированный скоро будет. Ну, люди живут. Новую породу скоро людей выведут. Питаются генномодифицированными продуктами с добавлением, ну, соя. Соя? Соя хорошо. Может быть, даже и лучше, что вместо мяса будут потреблять сою, а вместо молока будут потреблять пальмовое масло. Хотя пальмовое масло не из наших краёв. Миллионы лет наши предки употребляли молоко. Ну, коров, конечно, миллионы лет не было, но где-то корову ведь приучили. У каких-то наций, народностей нету ферментов к употреблению молока. Они и не употребляют его. Наш народ, например, имеет такие ферменты. Так зачем ему употреблять пальмовое масло, а не молочные жиры? Так же, вот как люди боятся употреблять мёд, что с него ожиреют, заболеют диабетом, точно так же некоторые боятся употреблять молочные жиры. Кефир – ноль жира, молоко – 0,5% жирности. Так это какая-то глупость мозга. Уж лучше я буду пить молоко 5%, даже сливки, чем 0%. Это что, обрат какой-то, пахта, как раньше у нас был маслозавод. Там масло делали, весь жир шёл на изготовление масла, а после обработки молока получалась пахта с нулевым содержанием масла, ну, жирности. Так его отдавали почти бесплатно людям. Они выкармливали на этом обезжиренном продукте. Порося, телят, выкармливали и прочую скотину. А сейчас люди боятся ожиреть-то. Вот какая-то у них боязнь. Боязнь-то боязнью, но здоровые люди ноги имеют. Почему они не двигаются-то? У меня вот ноги больные. Так я всё равно с утра до вечера двигаюсь. Уже падаю иногда от усталости, но всё равно двигаюсь, двигаюсь, двигаюсь. Ну, потребность такая организма. Если бы сел и сидел, так уже давно бы концы отдал. Так если двигаешься, можно есть и мёд, хоть в каких количествах. И сало. И другие пищевые продукты. И с большим содержанием углеводов, и с большим содержанием жиров. Это свойственно человеческому организму. А наоборот, не употреблять углеводы и жиры, это не свойственно. Ну, придумывают поститься и сидеть в полумраке. Смотрите. Смотрите.